Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем обозревать танк КВ-85. Это тяжелый танк советский, который был раньше квасом КВ-1С. А в недавнем времени, ну как в недавнем, наверное больше годика назад его переделали в КВ-85. Ну что ж, ребят, боевая эффективность танка. Это советский у нас тяжелый танк 6 уровня. Обладает хорошей подвижностью и вооружением, но слабой броней и обзором. Этот танк прошел на замену квасу нашему, который был всеми любимый и очень хорошо заходил. Короче, квас был имбой, ребят. Ну кто раньше не играл, может кто-то новенький начал играть в танки, кто-то не знает, что такое квас. Раньше был, сейчас он находится на пятом уровне, это тоже не тот квас. Посмотрите видосики и вы все поймете. В частности, бронирование осталось тем же, ребята. То есть оно довольно слабо и спасает вас разве что от четвертых и некоторых пятых уровней. Но с восьмыми, с седьмыми уровнями, ну, я сомневаюсь, что будут какие-то, ну, очень редко будут какие-то рикошеты или непробивания. Динамика осталась такой же. Ну вот максимальную скорость мы тут танку порезали, ребят. Если раньше она составляла 43 км в час, то теперь же она составляет 34. Главное же изменение коснулись орудий. В частности, всеми любимая, которая стояла на квасе, 122-мм пушка, была полностью перебалансирована. У нее стала хуже точность, то есть, ну, эта пушка реально, мягко говоря, косая. Время сведения и скорострельность у нее тоже очень и очень печально. Ну вот прежнее бронепробитие, 175 мм и огромнейший разовый урон, 390 единиц, остались у этой пушки, у топовой пушки, ребят. Взамен же этому танку дали новое 100-мм орудие С-34. Эта пушка имеет хорошую точность, время сведения и очень хороший ДМП. Также отличное пробитие в 170 мм и урон 250 единиц. На этом тяжелом танке сложнее играть, так как ему еще сделали исторический ОВН. Теперь же они составляют всего 3 градуса. То есть, пушка вообще, можно сказать, не опускается, ребят. Ну, насчет этого, эта проблема реально, проблема. Я ощутил ее, да все ее ощутили на себе. Вот. Письма непривычно, особенно после старого кваса. Да, на старом квасе было немножечко все по-другому. Квас был имбой. Ну, уже вспоминать о нем нечего. Его не вернут в любом случае, так что как-то так. Ну, играть нам придется все-таки на этом танке. Если бы вы выбрали 122 мм, то есть, ребят, есть 2 пушки. Есть одна пушка, 122 мм, которая перезаряжается медленнее, наносит больше урона. Есть вторая пушка, которая перезаряжается очень быстро и наносит, ну, меньше урона. То есть, на любителя, ребят. Я выбираю вторую пушку. Ой, нет, я выбираю первую пушку, которая наносит больше урона, наносит и перезаряжается немножко. Ну, у меня немножко прокачан экипаж, так что вот как-то так. Давайте посмотрим достоинства. Большой урон в минуту 100-мм орудия. Большой разовый урон. Отличное пробитие у танка. Ну, на своих одноклассниках, ну, пускай еще седьмые, ну, может быть, восьмые, ну, ну, как восьмые. Нужно знать еще, куда стрелять. Рикошетная форма башни. Хорошая динамика. Хорошая поворотливость. Насчет этого, да, для тяжа, как и для тяжа, у него динамика хорошая. Давайте посмотрим недостатки. Плохой угол склонения орудия. Это очень большой и жирный минус, ребят, в этом танке. Долгая перезарядка. Среди не плохая скорострельность. Насчет долгой перезарядки, ребят, я еще раз повторюсь. У кого прокачаны персы, вам будет немножко, ну, как бы я не замечаю этой долгой перезарядки. Ну, прям, прям такой долгой перезарядки у меня нет. Вот, но вот плохая... Плохая пробиваемость и то, что пушка косая, это, конечно, в точку сказано. Небольшой боекомплект, слабое бронирование и плохой обзор. Плохой обзор тоже большой и жирный минус, ребят. Вот так вот. Так, кто у нас здесь есть еще? Основную часть боекомплекта составляют бронебойные снаряды, да, и я вам советую брать бронебойные снаряды и, то есть, ну, с ними воевать. Историческую справку я вам читать не буду, вам это неинтересно, так как вы пишите в комментариях, зачем нам история. Ну, хотя есть люди, которым интересно. Ну, давайте. Эта боевая машина была разработана в 1943 году. Да, она тоже участвовала в боевых действиях против тигров. В общем, эта машинка была принята на вооружение в 1943 году и, в общем-то, воевала до конца. Причиной снятия с производства послужил переход на действиях в 1944 году на ИС-1. То есть, после ИС-1, ну, конечно же, танк покруче немножко, да, чем КВ-85. И, в общем-то, перешли на ИС-1 и перестали применять КВ-85. Вот как-то так. Ну, здесь много, конечно, описывается об этом танке. Ну, самое-самое-самое-самое, наверное, я вам рассказал. Что еще хочу вам сказать. В принципе, машинка, так как большинство тяжей в шестом уровне идут, да, например, вы проиграли бой, идут в минус. Эта машинка очень редко идет в минус. То есть, в основном она идет в плюсы. Хоть не в большие, но в плюсы. А если вы побеждаете, то плюс, например, без према плюс 11 тысяч у вас будет, в принципе, стабильно. Так что на ней можно играть, в принципе, и не переживать то, что вы будете там в минусах каких-то. Ну, у меня на этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачки, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok